друзья приветствую всех на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркетс где каждый день мы размещаем не только конкретные торговые рекомендации но и общие новостные сводки по рынку которые также должны и могут помочь вам в принятии торговых решений ну что ж давайте тогда к нашим традиционным финансовым активам за которыми мы следим прежде всего что стоит отметить так это то что рынок сейчас благоволит продавца доллара и тем кто поставил на усиление позиции рисковых активов действительно растет практически все что имеет отношение к риску защитные активы сейчас пользуются меньшим спросом это отчасти связано с тем что главные форс-мажорные факторы и новости которые могли бы изменить ситуацию они пока не актуальны я имею ввиду патологу старостного долга я имею ввиду еще больше рост неопределенности относительно политики фрс и потенциальный крах баня evergrande в общем эти темы давайте сегодня пройдем стороной потому что не имеет смысла сейчас на них зацикливаться особенно в свете того что он трейдеры готовы рисковать индекс доллара снижается это очень хорошо 93 63 особенно если учесть тенденцию и скорость развития нисходящей динамики я уже снова верю друзья в то что индекс доллара окажется в районе девяносто одного пункта ну может быть даже если совсем уж повезет так сойдутся все звезды увидим и ниже до ноябрьского заседания фрс есть еще конечно же время и плюс ко всему я по-прежнему допускаю сценарий может быть даже я останусь сторонником сценария при котором в ноябре американский регулятор не станет анонсировать с декабря сокращение программы количественного смягчения индекс доллара сейчас снижается потому что снижается доходность американских облигаций мы за ними следим 10 лет не трежи с 1 57 сотых процента хорошо что отошли от планки 16 потому что ранее буквально сутки назад когда десятилетки находились там доллар сопротивлялся покупателей точнее сопротивлялись но сейчас уже в принципе понятно что поддержки нету доллар корректируется и вот эта коррекция уже начинает перерастать в некоторое подобие нисходящего тренда почему обратили внимание на потенциал именно развития нисходящей динамики почему доллар сейчас снижается у меня несколько версий друзья во первых это то что кстати одна из версий я ее озвучивал во время а своего вебинара в понедельник что фрс сам еще не понял пришло ли время и сомнировались ли те условия при которых можно было бы отказаться от экономических стимулов но поскольку все таки мы говорим о слабом рынке труда и том что глава фрс жером пау считает что последний всплеск инфляции является временным явлением я думаю что на решение о сокращении программной киуи может быть убран вообще на декабрь этого года то есть мы выиграем еще один месяц и сможем его использовать чтобы еще больше притопить позиции доллара оправдана ли это решение после последних данных по китаю до на китайская экономика которая как вы знаете является чуть ли не лакмусовой бумажкой общего состояния мировой экономики в прошлом квартале в третьем экономический рост состоял четыре девять процента против семи девяти во втором квартале и еще пару месяцев назад я надеюсь вы помните все те кто глобально анализирует тенденции макроэкономически говорили что лучше уже позади и китайская экономика будет только лишь расти по факту мы получаем цифры которые точно не вяжутся с трендом роста а значит китайская экономика буксует это все последствия опасений связанных с к видом это все следствие жестких мер контроля на рынке недвижимости перебой с электрооснабжением роста инфляции который является следствием роста цен на углеводороды и в конечном счете все это замыкается на более низких показателях экономической активности то есть у меня нет вопросов к тому что китайская экономика показывает такие смешные цифры сейчас но есть то что есть и может быть те кто все-таки сейчас сам думал о том пришло ли время для сокращения экономических стимулов начинают руководствоваться другой логикой что если китай не растет и мировая экономика не демонстрирует устойчивый темп экономического роста значит преждевременный отказ от меры экономического стимулирования может стать ошибкой и если это так друзья ну развязка уже близко 2 ноября состоится заседание фрс а и там уже все точки надо будто расставлены пока что short сохраняется золото 1775 хорошо что локального остановились но опять же как только доллар идет вниз как следствие снижения доходности американских трежей золото растет и при такой динамике как сейчас даже сегодня десятилетки проседают я думаю что золото снова уйдет в район 1800 долларов за тройку в ближайшие чуть ли не часы рынок нефти 8432 новостной фон за сутки не изменился основная идея это глобальный топливный энергетический кризиса и более комментировать и далее рынок нефти сейчас не имеет смысла если вам нужно больше информации пересмотрите прошлый брифинг то что сейчас не снижается это обычная коррекция когда активы собирается на 20 процентов за считанные дни конечно же он может показать коррекцию потому что любое движение на финансовых рынках это борьба продавцов и покупателей наоборот в целом восходящий тренд остается актуальным доллар канадец как я и говорил вам продавайте эту валютную пару потому что очень предсказуемо нисходящее движение на фоне роста нефти и снижения курса доллара еще одна причина почему канадский доллар сейчас пользуется поддержкой это крайне эффективные меры правительства канады в борьбе с эпидемии коронавируса и об этом мы можем судить по проценту вакцинации населения и тактики скажем выработки коллективного иммунитета и по росту количества заболевших за сутки в то время как во многих регионах мира сожалению тенденция снова указывает на то что по мере ухудшения погодных условий и причины за которые люди начинают больше времени проводить в закрытых помещениях количество заболевших растет в канаде количество заболевших снижается уже не одну неделю подряд и вот воскресенье за понедельник сожалению информации нашел но за воскресенье количество заболевших составила чуть меньше 400 человек на контрасте еще месяц назад средний показатель ежедневных случаев в канаде был в районе 5000 друзья то есть работает коллективный иммунитет и в конечном счете это благоприятно скажется на темпах роста канадской экономики ждем 1 22 и там уже начинаем фиксироваться австралийский доллар против американца рекомендовал покупать и пар активно растет уже в одном шаге от цели 075 сейчас котировки 0 7454 австралиец растет потому что мы так же как и все инвесторы в ожидании решения китая о о снятии ограничений на поставку австралийского угля протоколы которые вышли несколько часов назад целом оказали позитивный эффект на австралийский доллар потому что даже в них участники рынка нашли сигналы того что резервная банка австралии будет дальше сворачивать программа количественного смягчения и соответственно видеться по пути последующего повышения процентной ставки американский фондовый рынок и здесь рост друзья в целом можно сказать что если растет фондовый рынок значит на площадках никто не хочет работать с защитными активами если растет фондовый рынок значит в целом на глобальных площадках в мировой экономике по настроениям все довольно неплохо ждем 4500 ждем вновления локальных максимумов фунта 13773 жесткие сигналы о том что банк англии близок повышению процентной ставки все это приводит к росту а фонта я ранее уже открыл длинную позицию жалею что не открыл ее раньше но у всех денег не заработает ждем 1 40 и биткоин который продолжает расти уже в одном шаге от новых максимумов 62 тысячи семьсот шестьдесят пять долларов и нужно сказать спасибо запуску точнее решению американской комиссии по ценным бумагам и биржам секс относительно запуска первого те фонда компании прошла соответственно сейчас будем так же как и все ожидать дополнительного интереса со стороны институционалов тех кто хотел раньше купить биткойн но не мог из-за того что не было хорошей регуляторной и более-менее защищенной среды сейчас у них все это есть если биткоин действительно воспользуется этим преимуществом друзья право окажутся те кто ставил на 75 и 100 тысяч уже в перспективе ближайших месяцев на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока